18 марта 2021 года город кибули грузия на улице плюс 10 всю ночь шел дождь сейчас вроде бы прекратился погода не очень никуда не пойду расскажу сегодня как я путешествовал по черным морям первое лето когда сюда приехал я где-то дней 20 жил кабулете просто приехал снял там комнату частном доме и на первом этаже там жил что касается кабулете пляж галечный крупная галька вода чистая мне понравилось но это был уже октябрь месяц 1 октября по 20 я там жил вода уже была прохладная 23 градуса может так 22 купаться еще можно было днем было тепло на солнце особенно месяц этот был до 20 числа практически без дождей было сухо иногда дождики в конце там проходили небольшие ночью днем дождей не было то есть вот такой сухой месяц был теплый мало людей мне понравилось ну правда вода прохладная есть не очень хотелось купался так но но немного ну как я уже говорил проблема моря в чем что сыровато и это минус конечно но для лета нормально ноябре уже конечно когда идут дожди декабрь это уже если нет хорошего отопления в доме или квартире весь это первые этажи то это конечно очень неприятно дальше на следующий год я решил пройтись по побережью купил палатку кусок поролона дома себе заготовил кукурузной лепешки раскатал тонко их испек на трое суток взял с собой яблоков килограмма три наверно 5 литров воды из кутаиси на электричке я приехал в уреке вышел там электричка идет вечером и приезжаешь уже когда темно около 9 вечера я приехал у реки пошел на пляж поставил палатку есть я уже к тому времени поел прямо в электричке съел там свою лепешку кусок сыра запил водой и заел яблоком вот утром в уреке я там немного посидел мне стало скучно я решил пойти дальше по берегу по берегу пошел на юг сторону батуми и не помню уже какие там названия этих поселков короче дошел я до шиквители шиквители это поселок дома там сдаются в основном полностью домики и цены там очень хорошие были в смысле высокие там любят отдыхать иностранцы потому что место тихо снимают целый дом живут там одна там две семьи может быть тихое место кругом сосны мало людей но и мало людей на пляже в том числе у реки и шиквители это песок в реке черный песок шиквители чуть посветлее вот и на шиквители мне понравилось что там там был такой туалет бесплатный туалет хороший красивый построенный бензиной иванишвили бесплатный для всех желающих обслуживание то туалета за счет иванишвили делается уборка пляжа и все все это отслуживание он взял на себя не поэтому можно пользоваться бесплатно это конечно большой плюс то есть там можно жить как в кемпинге но бесплатно вот это была моя вторая 2 вылазка потом я вернулся домой где-то трое суток я пробыл на море вернулся домой и через некоторое время решил съездить в цехидзири красивое место там горы скалы вот так же сел на кутаиску электричку вышел цехидзири где-то сутки а там пробыл море галька уже галечная рядом отель дорогой долларовый прямо на скале вилла дель мари кажется называется охрана там все положено сидят там говорится на скале на этой за столиками гости так насчет бассейна по моему там нет бассейна а может быть есть даже не знаю в общем красивое место облазил я там близлежащие скалы горы поднялся туда наверх посмотрел там конечно много заброшенного сейчас но уже место это выкуплено кем-то и меня там попросили долго не ходить в этом месте покинуть его потому что частная собственность хотя там были домики это в принципе в них можно было ночевать но меня там как-то вычислили сказали не ходите здесь потом не стало скучно я пошел на север в сторону кабулете попутно посетил крепость петра ну и дальше пошел в сторону сторону кабулете до остановился в бабоквате не доходя что там сутки пробыл сутки или двое уже не помню потом не все это надоело и я сел там по бабоквате на электричку у поехал кутаисе вот так три раза выходил выезжал на моря и на следующий год началась эта эпидемия так называемая коронавируса электрички отменили но маршрутки еще ходили можно было еще поехать на моря но что-то мне это так все надоело что я решил на море не ездить том году прошлом и прошлом году я уже путешествовал на верхнем озере на шаоре там трое суток там жил взял также палатку и по берегу там ходил обошел почти все озеро посмотрел где там что ночевал в разных местах ну и принципе так теперь не более-менее все понятно что там что там и где в этом году планирую обойти нижнее озеро водохранилище таки буйская там есть тоже такие удаленные места дикие и хочу туда попасть попутешествовать с палаткой также может быть на трое суток возьму с собой еду и буду ловить там рыбу пытаться буду смотреть где там чего ловится вот такие мои были путешествия и такие планы ну и что сказать о море конечно летом на море стоит съездить пожить поплавать покупаться но жить постоянно там мне например не интересно море это есть нашу гладкая такая поверхность выйдешь смотришь но вода и вода ну и что нет это как-то скучно мне больше нравится гористая местность можно пойти туда-сюда на водопады на речке где-то искупаться можно в речке в чистой и на водоем пойти рыбу половить гривы пособирать то более разнообразно более интересно и мне здесь в горах нравится больше чем на море это мое мнение конечно